Действительно, вот те параметры, которые обозначил Александр Михайлович, важны. Например, у вас пациент имеет один метастаз в головной мозг. Но кто будет один метастаз в головной мозг до 5 сантиметров условно лечить лекарствами? Скорее всего, будет рассматриваться резекция или локальное лечение, в смысле лучевая терапия. Или пациент, у которого 5 метастазов, но все 5 метастазов находятся в одном легком. Будете ли вы эти 5 метастазов стрелять стереотаксицем? И так далее, и так далее. Например, 3 позвонка метастазов, 3 позвонка. Будем лечить лекарствами или локально? Я поддерживаю точку зрения локальной терапии и предлагаю посмотреть на слайды. Согласно рекомендации МТСН, у пациентов с 4 стадией, то есть с метастатическим процессом, что для светлоклеточного рака, что для несветлоклеточного рака, метастазы к томе или любые аблетивные методики являются предпочтительными после клинических исследований. Соответственно, согласно рекомендации, мы можем это делать. С чем связано мое убеждение? Почему мы должны это делать? Олигометастазы – это 5 и менее очагов, то есть болезнь имеет ограниченное распространение, и пациент может быть излечен только локальным лечением. Про теорию Герлингера у Александра Михайловича не хватило времени сказать, а я скажу. И напомню, что это за теория. Эта теория посвящена метастазированию из метастаза рака почки. То есть не из первичной опухоли уже идет, и не циркулирующая опухолевая клетка, а метастаз метастазирует из метастаза. Соответственно, 5 метастазов – это еще возможность предотвратить появление новых мутаций в метастазе, которая сделает клетку активной, то есть активной к метастазированию. Вот почему теоретически мы можем использовать локальное лечение. Второй пункт – treatment free survival, то есть выживаемость без лечения. Сколько пациент живет без лечения в комфорте, не получая токсическую терапию? То есть устроить пациенту терапевтические каникулы. Никто не говорит, что он не спрогрессирует потом, но ведь мы можем дать ему этот период отдыха. Третье – качество жизни. Кто считает, что иммуно-таргетная терапия не токсична, ошибается. Ведь 70% больных имеют дня третьей степени и выше. Соответственно, применив локальное лечение, мы избавим на какой-то период пациента от токсичности. Ну и бюджет. Локальное лечение. Даже возьмем частные клиники, где стереотаксис стоит 3 метастаза 700 тысяч. А месяц лечения иммуно-таргетной терапии стоит миллион. Месяц. Соответственно, бюджет тоже имеет значение. Теперь по пункту олигометастазы, резекция. Вот это вот я потратил время и перенес на этот слайд различные исследования. Это ретроспективные, маленькие, проспективные исследования, которые говорят об эффективности резекции метастазов. Если суммировать, вывод из этих исследований следующий. Резекция всех метастазов, то есть полная метастазоктомия. Это наиболее эффективный метод. Пятилетняя общая выживаемость достигает 77%. Это метастатический рак. Но 77% больных переживет 5 лет. Разве это не эффективно? Метастазы в поджелудочную железу. 50% переживут 10 лет. Соответственно, исследования говорят ретроспективные об эффективности метода. Если мы сравним, не мы, а эти исследования сравнивали, резекцию всех метастазов против лекарственной терапии. Резекция всех метастазов дала улучшение опухолеспецифической выживаемости и безрецидивной выживаемости или выживаемости без прогрессирования. Соответственно, вот такое непрямое ретроспективное исследование, опять же, в пользу метастазоктомии. Дальше было сравнение. Частичная резекция метастазов, то есть не убрали все, но убрали 2 из 5 условно. Против полной резекции убрали все и против лекарственной терапии. Медиана общей выживаемости в группе полной резекции не была достигнута. Частичная резекция, то есть убрали несколько метастазов, привела к медиане общей выживаемости 82 месяца. А лекарственная терапия, отмечу, в этих исследованиях не использовалась иммуно-таргетная терапия, использовалась только таргетная терапия. Так вот, медиана была 28 месяцев. То есть лекарственная терапия при непрямом, конечно же, ретроспективном сравнении оказалась даже хуже, чем какое-либо уменьшение опухолевой массы. При сравнении частичной резекции и полной резекции, полная резекция, безусловно, выиграла P0,0,0,10 по данным метаанализов. И эти результаты были подтверждены аналогичными данными других исследований. Лучевая терапия, это я говорил про резекцию, лучевая терапия на олигометастазы. Сразу приведу случай своей практики. Обратилась женщина, 58 лет. Она была ранее в удовлетворительном состоянии, но и на момент обращения она имела ЭКОК, промежуточный прогноз по МДС. На тот момент в своем центре она имела первичную опухоль и единственный метастаз в позвонок Л4 в 2019 году. Ей была выполнена циторедуктивная нефрактомия, которая показала смешанный вариант светлоклеточный папиллярный рак. И врачи решили назначить бивоцезумаб с энтерфероном. В то время еще были попытки использовать эту комбинацию, но не убрать этот метастаз в позвонок, а лечить лекарствами. Что же произошло? Произошло прогрессирование болезни. Этот единственный метастаз, мягкотканный компонент, увеличился в размерах. Пациентке пришлось сделать вертобропластику, но врачи не остановились и назначили еще сунетиниб. То есть уже вторая линия терапии идет по поводу единственного метастаза. От сунетиниба пациентка страдала. Стоматит, выраженный, усталость, отсутствие аппетита, боли в желудке, боли в спине. И на этом этапе она обратилась к нам в клинику Хадаса, там я работал. Мы решили провести стереотаксис на этот единственный метастаз. Метастаз до, потом через два года после, если вы видите, на снимках как бы не изменяется ткань. Но для стереотаксиса на метастаз это нормально. То есть мы не можем сказать, что это метастатическая ткань, это фиброз и так далее. Поэтому таких картинок не стоит пугаться. Что же произошло дальше? Никакого лечения мы ей не назначили системного. И вот без признаков рецидива эта женщина живет 4 года. В январе 2024 года она имела контрольное обследование. Соответственно, надо было ли ей давать две линии системной терапии, которая еще была токсична. Если говорить о стереотаксисе на олигометастазы. Только что мы провели мастер-класс САСКО по вообще метастазам в кости. Видео по QR-коду вы можете посмотреть. Данный слайд я взял у профессора Митина, который показал, что большое исследование, ретроспективное правда, 500 очагов в позвоночнике, проводилось из БРТ различной дозы. Но для рака почки было получено позитивные результаты. Кроме того, одно было проспективное исследование, которое опубликовано даже в Lancet Oncology. В этом исследовании из БРТ направлялся на все очаги метастазов. То есть это было полное облучение всех очагов. И что получили? Медиана выживаемости без прогрессирования была 22 месяца. То есть это сравнимо с лекарственной терапией, а даже лучше, чем многие комбинации, о которых сказал Александр Михайлович. Например, Нива-Каба 16 месяцев, а здесь 22. Поэтому стоит попытаться. Второй аспект, о чем я уже сказал, терапевтические каникулы. И у нас здесь есть исследование, проспективное, крупное, свеженькое. Только что вышла статья ЭКОК-Акрин. В этом исследовании сравнивалась эффективность позапониба или плацебо у пациентов с метастатическим раком почки, которым была проведена метастазектомия. Я сейчас не хочу сравнивать позапониб и плацебо, позапониб проиграл. Я хочу посмотреть в группе плацебо, насколько мы выиграли терапевтические каникулы, можем дать пациентам после метастазектомии, если ничего не делать. Но опять же, обращаю внимание, что большинство пациентов имели распространенный достаточно процесс. Так вот, сколько пациентов были без рецидива за 3 года? В группе плацебо 22%. То есть, мы не лечим этих пациентов, 70% спрогрессировали, но 22% не нуждаются ни в каком лечении. И, соответственно, медиана без рецидивной выживаемости была 14 месяцев. То есть, год мы можем подарить пациенту без лекарственного лечения. Его всегда можно назначить по поводу прогрессирования болезни. Но зачем же на первом этапе, если мы можем выиграть время? Сколько пациентов живы в этом исследовании в группе плацебо через 3 года? 91% больных с метастатическим раком оказались живы. Это желтая кривая. Соответственно, это исследование говорит о том, что мы действительно можем дать с помощью метастазектомии терапевтические каникулы. Другое известное исследование Резорт. Все то же самое, только серафенип сравнивался с плацебо. Посмотрим на группу плацебо. Оранжевая кривая. Медиана без рецидивной выживаемости 37 месяцев. То есть, мы выиграли с помощью локального лечения 3 года у пациентов в этом исследовании. Хорошо, даже не будем брать 37 месяцев. Возьмем предыдущее исследование, где мы выиграли 14 месяцев. Бюджет. Сколько стоит 14 месяцев лекарственной терапии? Вот я взял стоимость лекарственной терапии пембролизумабом, оксетинибом. На одного пациента мы должны потратить за 14 месяцев 14 миллионов рублей. Ну, а мы можем не потратить. Мы можем ждать и потом эту сумму потратить, когда уже будет распространенный процесс. А у 23% вообще не потратить, потому что его и не будет. Таким образом, клинические исследования, сравнивающие эффективность и безопасность локального и системного лечения метастазов рака почки, представляются целесообразными. Это форум молодых, и я предлагаю это простое исследование для диссертации, которое лежит на поверхности. У вас пациент с пятью и меньшими метастазами, рандомизируйте. Локально или системную терапию. Пожалуйста. И это исследование будет везде публиковаться. В отсутствие клинических исследований нужно рассматривать возможность локального лечения у всех пациентов на междисциплинарном консилиуме с химиотерапевтом, лучевым терапевтом и хирургом. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ